28 марта был анонсирован запуск федерального проекта по очистке водоемов. Запуск планируется в 2025 году. Перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильминь. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны. Также было подтверждено, что запуск был одобрен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для начала будет проведена полная инвентаризация водных объектов и определение самых загрязненных, после чего начнется очистка русел и устранение наносящих вред для экологии объект. На данный момент в России уже действуют три экологических законопроекта – оздоровление Волги, сохранение озера Байкал и сохранение уникальных водных объектов. Конечно, мероприятия, которые включены в эту федеральную программу, неполные. И, конечно, их надо дополнять, потому что в основном у нас сейчас выполняются реконструкции и ремонт очистных сооружений, берега укрепления, где это необходимо, озеленение береговых полос и подъем затонувших кораблей и плавсредств. Это важное мероприятие, несомненно важное, но они не исчерпывают, конечно, всю необходимую работу по оздоровлению водных объектов, по их очистке. Поэтому на самом деле делать надо гораздо больше. На данный момент опасности загрязнения больше всего подвержены крупные реки Сибири и основная водная артерия Европейской части России – Волга. Главными причинами этого являются химические отходы, такие как удобрения, тяжелые металлы, углеводороды и бытовые. Также подобная проблема не обходит стороной и Республику Татарстан. В настоящее время состояние многих малых рек является неблагополучным. Уменьшается их водность, снижается качество воды, особенно изменяется сток, что приводит к их обмелению и пересыханию. Сегодня вода с Вияги имеет только четвертый класс качества, то есть она попросту грязная. Такое же состояние и у Казанки. Обычно у нас качество воды соответствует третьему классу, то есть это умеренно загрязненные воды, но в местах сброса восточных вод, в местах, где имеется интенсивное антропогенное воздействие, местами доходит и до четвертого класса, это уже грязная вода. Но я считаю, что в федеральном программе должны уделять внимание, во-первых, и научному консультационному сопровождению, и мониторингу состояния водных объектов, чтобы точно знать, где, что и как надо делать, и оздоровлению именно в местах сброса восточных вод. К примеру, Кубышевское водохранилище у нас разнородное, и вот мы были в экспедиции много лет по так называемым плавучим университетам. Вот за последние 4 года экспедиции показали, что район города Казани, например, отличается по степени загрязнения от районов выше и ниже. То есть, например, ближе к Камскому устью вода чище, чем в местах сброса восточных вод и вообще в местах расположения города Казани. Поэтому именно здесь надо проводить немало работ, на мой взгляд, по очистке донных отложений, по аэрированию в местах выброса восточных вод, по удалению мест сброса восточных вод. Вот такого рода работу надо проводить. Загрязнение водоемов на данный момент является одной из острых проблем. Несмотря на активное участие властей в борьбе с ней, она останется актуальной до тех пор, пока люди не перестанут забрасывать отходы и не начнут самостоятельно заниматься чисткой и устраивать субботники. Ариана Поленова, Фарид Захит Аглы, Универньюс.